Талгат Кусаинов живет в поселке Панфилово под Алматы. На своем подержанном авто, которому уже четверть века, он ежедневно въезжает в город и выезжает обратно. Порой по несколько раз. На покупку новой машины, как говорит автовладелец, у него нет средств. В Днезимние универсиады власти Алматы могут ограничить въезд транспорта в город. Об этом заявил на заседании правительства Аким Алматы Бауржан Байбек. Совместно с Алматинской областью принимаются меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающие техническим, санитарным и экологическим нормам. Эти слова Акима в некоторых СМИ столковали как запрет на въезд в город старых машин. Владельцы поддержанных автомобилей с такими ограничениями не согласны. Репортеры Азатыка обратились за комментариями в Акимат Алматы. Там сказали, что ответы предоставит Департамент внутренних дел. Однако получить комментарии в пресс-службе ДВД не удалось. Судя по информации, на официальном сайте ограничения в дни универсиады коснутся только грузового транспорта. С 25 января на магистральных въездах в город, а также на дорогах, прилегающих к спортивным объектам универсиады, будет ограничено движение для грузового крупногабаритного транспорта. На стационарных постах полиции, дислоцированных по периметру мегаполиса, в настоящее время усилена работа по выявлению транспортных средств, превышающих нормы дымности и токсичности, аварийного, технически неисправного транспорта. Кроме 10 стационарных постов полиции города, к этой работе привлечены 8 аналогичных постов Алматинской области. Юрист Карибай Ташабай считает, что заявление Акима не противоречит закону. Во время универсиады с 29 января по 8 февраля алматинских школьников отправят на дополнительные каникулы. Власти города планируют сократить автомобильные потоки на 30%. Как говорят в оргкомитете универсиады, на состязание прибудет более 2000 спортсменов из 57 стран мира, а всего в эти дни в городе ожидают свыше 30 тысяч гостей. Субтитры создавал DimaTorzok